Значит, предлагается сегодня поговорить о таком замечательном произведении Василия Аксенова, как «Остров Крым», в связи с тем, что завтра происходит референдум о присоединении Крыма к России. И понятно, что мы многое сейчас скажем, и те, кто нас будет слушать, даже самые первые минуты выложены у этого сайта, уже будут владеть гораздо больше информации, чем мы сейчас наговорим. Еще я могу выложить, это постараюсь сделать, завтра выложить. Ну, там у тебя еще куча чего выкладывают, ребята. Ну, что, я есть просто один. Штук семь или восемь. Я специально сделаю. Вот, такова она ситуация. Значит, я, кстати, вынужден буду... Кстати, Крым удивительное место, где удивительные вещи сбываются между собой. Мы все знаем удивительную, третий раз это слово удивительную, картинку, изображенную на склоне Карадага. Дело в том, что все отлично давно понимали, что там изображено чье-то человеческое лицо. Это как-то бедный Карадаг. Но после этого, значит, никто не мог понять, почему. И вот, через некоторое время, Максимилиан Волошин, для которого Карадаг было священное некое место, в Коктебеле, он там жил, начал ходить свой возраст. И всем стало очевидно абсолютное их сходство, что на склоне Крымских гор, то есть вулкана Карадаг, бывшего старого древния Зеврежон, профиль Волошина. Точно так же одно из классических и самых популярных произведений, наверное, второй половины 20 века, самоздоровские какие-то еще, это было у Василия Аксенова «Остров Крым». Вот. Теперь мы с этим рессом видим, что человек, который провозгласил независимость Крыма и является премьер-министром на сегодняшний день, носит фамилию Аксенова. Правда, он Сергей, он не родственник и ничего не читал, конечно, безусловно. Но, тем не менее, вот такие мистические совпадения, они как бы для Крыма постоянно случаются. И мы вот об этом сегодня постараемся поговорить, и являемся не случайными это проявление некого коллективного бессознательного российского народа. Значит, я вынужден пересказать краткое содержание этого романа. Роман состоит в следующем. Аксенов делает предположение, что Крым на самом деле с геологической точки зрения был не полуостровом, а островом. И когда в 1920 году Красная Армия, пытаясь переправляться через лед, попала под обстрел одного единственного британского линкора от одной эрудийной башни, и им переправиться не удалось. В результате там сформировалась некая Белогвардейская республика под руководством Врангеля. И она достигла удивительных, несмотря на то, что имела ни ресурсов, ни чего, удивительных экономических успехов. По сути, но она воздержалась от войны, то есть в то время, как война все время бушевала с Германией, то республика Крыма, она поддерживала некий свой вооруженный. Великотечественное. Ну это фантастика просто у нас. Я рассказываю тебе содержание. А, понял. Я тебе рассказываю содержание. Она от этого воздержалась. И там она сформировалась с удивительно высоким уровнем жизни, со всеми красотами, прелестями, и Гонконг, и Сингапур, и Тайвань по отношению к материкому Китаю. Рассказывается с пафосом про скоростные магистрали, про небоскребы Севастополя, про всякие эти вещи. Это вот такая затравка. Но у них организуются на базе некоторых одноклассников, это все одноклассники какой-то элитной школы, они организуют общество общей судьбы, которые полагают, что поскольку там и там русские, то Крым должен присоединиться к России, то есть к Советскому Союзу. Вот такое содержание. Роман вызван в 79-м году. И вот. Ну, разумеется, есть другая партия, которая полагает, что Крым должен остаться независимым, несмотря ни на что. А советское правительство использует их в качестве пятой колонны. Потом, после того, как общество общей судьбы деморализует окончательную армию, советские войска торгаются на территории Крыма, давят слабое сопротивление тех, кто решил сопротивляться, а во все остальное ее захватывают. Это очень интересно, потому что, с одной стороны, из Случников богатый плейбой, успешный до невозможности, какой-то еще, который занимает просоветскую позицию, полагает, что Крым должен войти в состав Советского Союза. А с другой стороны, есть его куратор со стороны ЦК, Мерлен, по-моему, звали, Андрей Лучников, который отчасти должен говорить таким образом, стремиться к тому, чтобы Советский Союз поглотил Крым, но, с другой стороны, ему настолько нравится Крым, его свобода, его магазины, залитые светом, его небоскребы, его обустроенная жизнь, его высочайший уровень жизни, высочайший уровень культуры, что он в душе и всеми силами противится этому завоеванию. Вот, такова у них эта фабула. Вот, в этом она и есть. Ну, что сегодня я предлагаю обсудить? Ту самую картинку, которую рисует нам Василий Аксенов. Оказывается, что таким образом, что не только Советский Союз захватывает Крым и превращает его в нечто свое подобное, а Крым оказывается неким конем троянским или что-либо еще, что провоцирует изменения в самом Советском Союзе. Ведь сейчас ситуация, она ровно другая. Безусловно, Крым на сегодняшний день, это некая, по сравнению с материковой Россией, это в экономическом смысле нечто чрезвычайно отсталое. Ну, отсталое достаточно. Практически без промышленности, без ресурсов, без чего-либо еще. В этом смысле от Аксеновского Крыма он сильно отличается. Но с другой... Месторождение газовое. Да, есть месторождение газовое, незначительное достаточно. Но с другой стороны, может ли так получиться, что крымское воссоединение с Крымом превратит нашу застывшую политическую и национальную систему, как я говорю, всецело обращенную в прошлое, да? Я постоянно говорю, что у нас нет традиции, у нас есть одна ностальгия по прошлому. Мы национальгируем то по православию, то по царскому капитализму, а еще очень сильно мы национальгируем по Советскому Союзу. И ничего вперед. И ничего. Одни только скрепы, духовные ценности. А если можно национальгировать вперед? Не национальгировать, а мечтать о будущем. Только национальгируем, но не мечтаем о будущем. Это вот принципиальная позиция. Вот так и такова. Может быть и Крым превратить наше безнадежное настоящее в что-то более светлое. Я хочу обратить внимание на русское коллективное бессознательное, почему Крым для него чрезвычайно важен. Потому что мы всегда мыслим противопоставлениями. Житель светлых пустынь будет мечтать о том, что в раю он будет жить на берегу водоема. Рог у него будет весьма прохладный. Он будет ласкать вечно детственные гори. Точно так же. Точно здесь ровно та же самая ситуация. В русском коллективном бессознательном есть некая мечта о маленькой уютной стране возле теплого моря. Есть холодные, подуваемыми ветрами громадные пространства. Так тепло, так тепло. А прямо у ее противоположности является некая мечта о маленькой уютной стране, возможно, отделенной горами от этого. Чем является Крым около теплого моря. Поэтому получается таким образом, что Крым является для русского коллективного бессознательного что-то чем-то... Точки сборки. Вот. Точки чего? Сборки, сборки. Точки сборки. То есть у тебя есть некоторая вещь, которая, являясь противоположностью нашей действительности, нас в этом деле собирает. Поэтому как бы мечта о Крыме, то есть... Ведь Василий Аксенов говорил, что это пародия. Да нифига, это не пародия Василия Аксенову острова Крыма. Это именно вот эта, в явном мысли, вот эта описанная мечта русских, вот о том-то вот таком, являющемся в прямом смысле противоположности России. То есть Крым... То есть в России Крым это единственное место, где тепло, хорошо и приятно. Все остальное холодно, мерзко и сыро. Ну почти так. Не единственное, конечно. Ну практически. А Крыма же заверится только с этим. Ну Камчатка, там холодно. Это вообще Сибирь какая-то. Это практически так. Я полагаю, что даже Сочи, это все являет всего лишь сублимацией Крыма. Потому что Сталин жил там, он взял малярийное болото, я сушил. И превратилось вот это побережье, совершенно гиблое, мертвое место, превратилось в курорт. Но я там жил летом, я хочу сказать, что вот на том побережье Черноморья находиться летом нормального человека невозможно. Почему? Потому что там стопроцентная влажность, впрочем, в высокой жаре. С Крымом не сравнить. Крым это совершенно не жарко. Это может быть и тепло, но с другой стороны, это нет удушающей этой стопроцентной влажности. Там достаточно сухо. Мыс Меганом является самым сухим местом Украины. Мало ли кто знает, многие фильмы, такие как Кинза-дза, Белое солнце пустыни и всякие другие вещи, снимались, разумеется, в Крыму. Ну, Крым считался невероятным смыслом. Элитной здравницей. Да, да. Это царское место, где было бы что. Мистически связано со всеми царями. Именно там умирает Александр Третий. Именно там продался от всего мира, фактически полжизни, полвремени живя со своей семьей, Николай Второй фактически, вернувшись только на Первую мировую войну и уже после этого отправившийся в подвал из Патерского дома. Митрий, а тебе не кажется, что Крым в точке сборки является не только Россией? Она может быть и Турцией, и там каких-то там других стран? Ну, вот я для Турции не вижу такого смысла. Ну, не связано. И греки туда приезжали, да? Нет. Ну, они приезжали, тем не менее. Как бы бессозначенным у греков, ну, нету, случай свой. Да, потому что для... Для них вся территория вокруг одинакова. Была колониями, оберселялись. Да, да, ландшафты, да. Это такая же... Кост-Абнайс-провинция. Собирицы-провинцы, когда кто-то из немецких генералов говорит... Манштейн. Да, Манштейн, что нет красивее места на земле, чем в Крыму. Ну, для него. Для его немцев, да. Когда он командовал армией немецкой, которая захватила Крым, и он сказал, что на с его точки зрения, где был, в мире есть два самых красивых места. Это Лазурный берег Франции и Крым. Притом Крым на с его точки зрения интереснее, красивее с его точки зрения. Ну, он, может быть, знал то. Вот. Это вот эта самая ситуация. Поэтому, как бы, Крым оказывается в некой трансцендентной позиции по отношению ко всей России, является, вот и на мой взгляд, такой точкой сборки. Я вот хочу понять, можно ли с этим как-то работать и таким образом через Крым, через вот такую концепцию русского рая, да, расшатать ту ситуацию безнадежного тупика, в которой мы, как бы, сейчас все оказались. Вот такие вам вопросы. Не, ну, может быть, потому как вот сейчас ожесточенно мы пытаемся оставить себе Крым или как-то его защитить и прочее, что это является действительно, как ты говоришь, некородообъектом нашего, ну, как бы, желания. Да, это... Да не поэтому, конечно. Но мы потом поговорим и по логике, это чуть позже я сегодня скажу. И герематическом смысле вопрос же ставит. Действительно, вот есть какое-то место, где бы ты хотел жить, да, и так вот обозревая всю нашу страну, а вот... Да, который является, как бы, тебе формальной противоположностью. Притом царь и знали толк. И как они с этого, с Александра Второго начали там жить, так и жили, по сути, до самого конца, до Первой мировой войны. По сути. Нет, нет, я просто... Насчет людей я бы не стал говорить, так сказать, про все... Я не про людей. Хочу сказать... Это место именно сделано таким мифическим и так далее, только за счет того, что там жили мир, эти самые... мир, власть придержащая. И они создали некий... некий ореол. Ну, в качестве... Профиля Волошина на Городаге, да, конечно. Только не тот самый... Не обычные люди. Есть же вещи, что на самом деле... Потому что больше некуда было ездить российским царям, в российской эрите. Больше некуда было ездить. В России нет других мест, кроме Крыма. Куда можно было поехать, тепло, отдохнуть и хорошо. Ну, то есть ты считаешь, что там просто... Единственное место, куда можно ехать, там потому что тепло и все. Некую инфраструктуру, некий ореол того, что не каждый может себе позволить туда приехать. То есть нету тысячи, полагая, что вот этой самой ситуации, точки сборки русского коллективного бессознательного, когда маленькая уютная страна у теплого моря является прямой противоположностью и одновременно является точкой сборки для холодных, заснеженных, продуваемых детрами, необъятных... То есть я просто ударяюсь в мистики, и подобная точка зрения не имеет места. Я хотел бы защитить Игоря и его позицию еще с другой стороны. На самом деле считается, что именно Крым является как бы местом, откуда православие прошло по Руси. Да, там считается, что апостолом Деито Моргийский... Но не Крым в Киеве. Нет, нет, именно что Крым. Керсонес. Дело в том, что Кассиан Римлянин, по-моему, Кассиан Римлянин, один из, как бы, первых, по-моему, или вторых, там, или, как, этих, патриархов римских, да, там он в Крыму был на рудниках, как раз вот рядом с Керманским монастырем, или, по-моему, в самом Керманском монастыре, там, как раз, рудники были еще в римское время. И он принес христианство, и он распространил его в Крыму. То есть, на самом деле, это вот буквально-таки исторические времена, и очень близкие к самым событиям, которые развернулись, описываются в Евангелии. Ну, и в советское время все мечтали в Крым, мы студенты, ну, куда поехали летом? Да, я говорю, больше некуда. В Крым? Так нет, не то, что больше некуда. То есть... Есть некая странная тяга, определенная. Тяга из Соды. В чем Соды? Нет, 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 нет. Типа, что, ой, как мне хочется в Италию, но мне придется ехать в Крым. Нет, хотелось в Крым. Потому что Италии не было. Там в Италии не было. Да ну понятно, мы же не говорим о причинах. Так нет, ну что причина, понимаете? Вы говорите сейчас в Крым. Давайте тогда как-то более конкретизируем. Во всей видимости, по словам Крым, вы понимаете, южное побережье, побережье Крыма, то есть между горами и Чудным-зором. В смысле? Тогда и надо говорить. Я имею в виду южное побережье Крыма, да? А остальной полуостров Крым меня как-то не привлекает. Почему? Понимаете? А вы так это начинаете? Ну, поэтому... Крым как курорт. Да, Крым как южное побережье Крыма. Как в философской стороне вопросы вернемся. Мы обсуждаем как фирменологию. Но кто-то считает, подволок считает иначе. Но, вообще-то говоря, юбидится и чувствуется, что действительно в Крыму это есть, это некоторая точка сборки. Российского это не видится. Не видится. Смотри, ты еще допустим. Паш, что говоришь по словам точка сборки? Да, четвертого, значит. Нет, нет, нет. Ну, точка притяжения, нечто, что как бы, ну, действительно, хотелось бы всем в России. Ну, кто еще откажется, что вот Крым бы был бы у нас в России. Хорошо же? Нет, ну да. Хорошо же. Ну, не просто хорошо. Не просто хорошо. Если бы просто хорошо, это было бы странно. Я знаю, что-то было хорошо. А у нас ностальгия. Подождите, подождите, другое, Александр. Давайте по очереди как-то тогда. Давайте просто не будем это обсуждать у Кука на разговоре. Вернемся к философскому содержанию. А в чем наш вкус? Есть версия на самом деле, что вот Крым является неким метафизическим, это местным силой. И причем силой не абстрактной какой-то, а именно вот для нас. Да, для русских, да. Даже среднее христианство. Не важно. Подождите, давайте вот это уточнение. Вот просто вот в этой гипотезе попробуем что-то поработать. Без всяких вот этих, так это или не так. Предположим, что это так. Есть какие-то для этого основания. Там, какие-то интуиции, Игорь их просто описал. Теперь можем попробовать. Крым обладает некими свойствами, которые... Дело даже не только в свойствах. На самом деле, но и в свойствах для метафизического рода. Не Крым обладает свойствами, а российский народ обладает свойствами. Посмотрите, вот у нас на самом деле... Да, да, что у него вот есть вот такое специальное место. Потому что, я скажу, мы могли бы обсуждать множество мест вокруг России, приграничных, где живут русские, и которые, ну, вроде бы, можно произвести, можно не произвести, но это не вызывает такого мистического ощущения и таких споров, то есть, и такого напряжения. В чем напряжение у вас? Я думаю, что, если на Камчатку на Камчатку будет такая же точка напряжения и такая же точка сбора. Опять, ребята, давайте еще раз опустим все фемиологические. Кто-то считает это не так. Просто давайте поработаем концепции вот в этой... Как можно говорить, концепции, которой нет. Ну, значит, это как бы ты послушай тогда, что другие могут спросить. Почему нет концепции? Есть некая концепция? Игорь, это основание этой концепции привел. Концепция есть. А есть с ней не согласие с этой концепцией. Это две разные вещи. Да, что это... Нет, я только... Я понимаю, что есть противоположная позиция, что никакого русского коллективного бессознательного нет. Никакого вот такой точки, как я говорю, в трансцендентной сборке, где русского бессознательного в Крыму нету. Что это всего лишь раскрученный курорт, более-менее. Что есть на столе и последствия в Союзе. Это точка зрения и есть такая. Я вот даже ничего не слышу. Дальше, что же. Подождите. Мне вот, честно говоря, я не то, что не согласен, но я просто не очень понимаю, каким образом Крым оказывается вот такой специальной точкой. Ну вот смотрите. Почему, например, Крым не является, по всей видимости, насколько я знаю, подобной специальной точкой для греков, я не знаю, для Турции, хотя это в разные времена это были сферы влияния Греции и Турции. Я думаю, по одной простой причине, потому что это были захолустья. Вот, что такое для греков был этот самый Херсонес. Это где-то далеко на севере захолустье страшное и вообще там холодно. Вот. Для турков, ну для турков это было... тот старт, скажем. Да, ну тоже некоторое захолустье, да, которое они, конечно, взяли под свою, так сказать, крылу. Ну, в общем, сильно по его поводу не парились. Вот, и все такое проще. С точки зрения Российской империи, это ведь тоже окраина. Да. Причем, такая вот, далеко, прямо скажем. Вот, почему, собственно говоря, я могу понять, когда для империи точка где-то помещается, ну, там, рядом, по крайней мере, где-то со столицей. Есть вот некоторый центр, а есть периферия. Но здесь получается, что это точка сборки. Передесена куда-то далеко на периферию. Я сильно недоумеваю. И что бы это могло означать? Да. Просто вопрос, в чем состоит? Есть как бы действительно сердце, сердце страны, там, допустим, мы бы, если бы говорили о Москве, то мы бы говорили о том, что это сердце. А вот есть именно то, к чему душа тянется. У нас ведь как вот если мы берем метафору организма, у меня действительно есть сердце, и все как бы это сердце главное, оно гоняет кровь по всему организму. Но душа-то моя тянется к чему-то другому, к транседентному. Я не тянусь в Москве, понимаешь, к Москве я не тянусь. Я тянусь к чему-то транседентному. Но это транседентно должно иметь место. Можно тянуться, допустим, просто к Богу, к чему-то там, а можно пытаться и на земле найти, обнаружить, вот никакого рода такое метафору рая. Вот так вот. Хорошо, а почему тогда кинтранседентным не может быть Киев? Вообще говоря, Русь пошла из Киева. Ну вот почему-то не может, блин. Это самое простое, потому что ты опять рассуждаешь о сердце, о почках, и чем-то еще. Почему сердце? Это как раз христианство из Киева. Дело не оттуда, откуда что пошло. Еще раз говорю, почему тянется душа? Так а почему туда не тянется? Да нет, ну а почему не знаю, мы принимаем причины. Ну а почему, я уже, это фраг-фрагус сказал. Ну а почему-то как статировать, посмотреть на себя. Мы услышали, что ты считаешь, что по-другому. То есть это, вот беспризорник, что это живущая? Я говорю по-другому, я говорю, почему? Ну я не знаю почему. Ты говоришь, вот давайте это обсудим. Почему взрос посветит? Почему? Давайте обсудим. Ты видишь, это место есть. Еще раз говорю, я не вижу, ты говоришь, я говорю нет. Я говорю, нет, я говорю, я спрашиваю, и почему? Ты видишь, мне не пишут. Я не знаю, там же феноменологию невозможно обсуждать. Почему это? Ну я, я примерно, я объяснил спокойно, потому что вот у тебя есть громадная империя расположенных, ну я так же объяснил, на продуваемых этих степях холодных и чем-то еще. А мечтается, в качестве противоположности, вспомнимается маленькая, уютная страна у теплого моря. То есть, если опросить народ, где бы ты хотел жить в Скороцарской России, что мечтали беспризорники, куда бы убежать, куда бы сесть на поезд и уехать вот от этой жизни. То есть, это было то место вот в Крыму. По Волзе. Не, на Креплу. Ну, отчасти и на Кавказ. На Кавказ они ехали, начали с точки-точкой золотой. Нет, во-первых, в Крыму действительно нет, нигде, наверное, в России нет такого, так сказать, сосредоточения всевозможных достопримечательностей и природных, и исторических, так сказать, и всяких вот разных, как в Крыму. Геологических. Это быть может, ну просто повезло. Нет, ну вот еще давайте, как бы есть металлитические... Ну, конечно, Теллое море. Вот по поводу точки, это, точки сетей, это место силы. Место силы. На самом деле, это дело в том, что в Крыму, если так вот, посмотри, если считать, что православие в некотором роде отражает душу российского народа, то быть в Крыму на самом деле и только единственное место, где были, вот это серьезно, где многочисленные были пещерные мастыри. То есть, точно такие же, как в этом, ну как бы, как оно называется, доходе. Да, как на Афоне. Вообще, согласно новой хронологии, вообще Христос родился в Крыму. Это так да, это безусловно. Почему-то я на самом деле помню, вот рождественский монастырь... Там же, как ты пишешь, в роменках умерла Богородица, да. Рождественский монастырь рядом с этим, Бокчисаре. Успенский. Успенский, в прошлом году. Да, ну просто сам факт состоит, что почему-то все о нем знают, и это очень посчитаемое место. Это понятно, просто я вам говорю, что даже с точки, если брать православие, как душу некого народа, то даже православие, почему-то там вообще набильный, это пустило корни, как бы, и оставило следы. Именно с древнейших времен. Исторически так сложилось. Дело не только в исторически сложилось. Это просто, как вот я говорю, мы сейчас почему-то сосредоточились на феноменологии. Вот и так просто. Вот и все. Ну так расскажи тогда твою точку зрения, с точки зрения зарождения православия, Богородицы, Да делай, здесь ни при чем, моя точка зрения. Еще раз говорю, что когда обсуждать с какой-нибудь Эгрегором, или какими-нибудь это место силами, на самом деле, не надо пытаться объяснить, почему так сложилось. Просто это факт, вот надо просто понять, и факт присутствует или нет. Вопрос только в том, факт ли это. Вот я и говорю, что факт это присутствует или нет. мы сейчас разговаривали. Нет, господа, ведь и больше и больше, если факты мы признаем, что такой факт присутствует, то это означает, что работая с Крымом, как таковым, как некой данностью, мы можем работать с Россией в целом. Как этот Андрей Лучников, главный персонаж, этот главный персонаж острова Крыма Ауксенова, он так и работал. Вы согласитесь, эти совпадения Ауксенова, Ауксена всякие такие, они тоже удивительные. И вот остров Крым именно, вот как некая такая точка зрения. Вот. Там и так, и так и получалось, что этим красноармейцам, захватившим, остановившимся, недоумение вокруг, вот тогдашних, ну, написывалось Россия, это 70-х годов, это роскошные витрины. Или после того, как удирает корабль с внуком Лучникова в животе, какой-то там еще, в Турцию, с Крыма, и там лежит его сын в форме креста, и на него заходит МИГ пикирующий, да, и ему приказано уничтожить цель, то есть уничтожить этот корабль. МИГ видит, что там лежат люди, он нажимает на гашетку и стреляет мимо. И говорит, цель уничтожена. А генерал, который контролирует его то же самое проведение, видит, что он выпустил ракеты специально мимо цели. Говорит, да, цель уничтожена. Благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. То есть вот эта старая ситуация, которая с точки зрения вот Аксенова была, вот тоже человек что-то такое чувствовал. Это та же была точка зрения, что когда работаешь с Крымом, ты можешь работать со всей Россией. Вот что дело было. Ну, опять же, если вспомнить пароход, это, да, известная, как последняя, как бы эти, эти беженцы тоже же уезжали именно с Крыма, да, там. Ну, да. И белогвардейцы тоже последние как бы остатки, они тоже покидали Россию фактически, да, массовое количество именно с Крыма. То есть именно это был последний прибежище, да, как бы последний оплот предыдущей жизни. Да, конечно, конечно. Потому что с этого началась какая-то новая жизнь. Конечно. И оно было вообще легендарное место. Ну, вот, например, Крымская война, это война России против всего мира, по сути. По сути, мировая война. Его поражение провязывало, как предполагаемое самоубийство Николая Первого. Именно там как бы произошло. Александр Третий там скончался. Но много таких и таких вещей было, всяких. И об этом, когда покинул форму мистики, у нас будет вторая часть, когда будут говорить чисто о логике, и об этом буду говорить как бы. Ну вот, но вот есть у нас вот по поводу вот такого соображения. Либо со мной с этой логикой может сообразиться, тогда, может, мне кто-то подскажет, как, работая с Крымом, можно работать с Россией. То есть, мы можем чем-то нынешней без надеги, благодаря Крыму, что-то в ней изменить. Быть может, мы действительно вот сейчас входим в Крым и ситуация по каким-то причинам она меняется рарикально как-то. Здесь можно посмотреть и так, и сяк. Можно посмотреть, что настолько мы подошли к такой ситуации в стране, что Крым нам как бы просто необходим. Нам необходимо что-то, чтобы какой-то толщак. Внутри себя мы... Ну, чем мы могли себя на своей правиле созвать? Ну, то есть, до того абсурда, я уж извиняюсь, я перехожу на какой-то более близкий, не философский, такого абсурда в стране, как сейчас перед Крымом, раньше был немыслим. Да, конечно, еще буквально даже два года назад. Да, то есть, и это такой позитивный, то есть, все стали вот, как бы, раскрылись более-менее, как-то понятно, стало что-то... Некоторые говорят, не раскрылись, а что просто идет какой-то, как называется, зомби-апокалипсис. И Лыськов пишет о посвященной Крыму зомби-апокалипсис, как зомби-выстрелись и пошли. Удивительно, что пошли не на Олимпиаду, а пошли на Крым. Ну и на Олимпиаду тоже, да. Есть такая же версия, что в Сочи это и то, что там Олимпиаду проводили, и то, что там все строится, это попытка компенсировать отсутствие Крыма. Конечно, я об этом сказал. Да, я понимаю, но на самом деле это весь... Сочи есть нечто иное, как сублимация Крыма. Я был в Сочи, могу четвертко сказать, это конкретная сублимация Крыма. Мы просто, видимо, Россия чувствует себя как бы оскопленный. с моего момента как вот Крыма исчез, как бы он перестал существовать, как бы стал какой-то за границей, какой-то дальней, как бы не нашим. Мы вот чего-то потеряли. И вернуть вот эту вещту, на самом деле, сейчас восполит с поводом, что называется, чтобы эту вещту вернуть. Я просто, честно говоря, совсем поперек думаю про всю эту тему. Вот если говорить о некоторой такой подоплеке происходящего, напряжения, то на мой вкус Крым является точкой сборки, с этим я готов согласиться, но не для России, а для, как это называется в науке, постимперского синдрома российского. Здесь просто, ну, отчасти это, почему именно Крым, я думаю, это просто совокупность множества факторов, каждый из которых в отдельности совершенно случайно. Ну, не знаю, там, теплое море. Ну, вообще говоря, побережье Черного моря, оно там почти везде теплое, и все хорошо. Ну, просто, например, там, чем хуже, там, какими-нибудь места около Одессы, когда формировался наш имперский комплекс российский, там просто не было воды при этом. Там, конечно, можно было отдыхать, но там нет пресной воды. Поэтому, как бы, ну, можно, ну, фрукты есть, как бы, море теплое, но просто вот эта вот маленькая деталь, она как бы мешает тебе там быть повышенней. Крыму тоже, кстати, воды нет, они берут воду из... Они, да, они получают ее все целиком с материковой... Нет, это неправда, это неправда. Ну, ну, чёрт с ним, ладно, неправда и неправда. Крым, это история. Ладно, дайте сказать, в России истории нет, кроме как Крыму. Мы же нигде. Нет, 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 таковой. Истории полно. А все наши древние города это что, Николай? Где древние города? Давайте не отклоняться. Владимир, Кострома, Москва. Они раньше Крыма? Что раньше? Володька имеет в виду, что в древние времена Сарматы, Роксоланы и другие племена, какие-то скидки там, которые потом... Это не история. Вы поймите, просто... Он ведет, что совсем древние времена. Да. Но нет, штука в чем, что здесь как раз древность Крыма это отрицательный фактор. Потому что, на мой взгляд, почему, скажем, Киев ушел вот из части нашего российского мира? Потому что Киев реально играл роль вот там главного города земли славянской, да, очень давно. А после этого, когда все, центр всей жизни сместился туда, во Владимирскую и Московскую Русь, а после этого начался еще имперский период, и Киев никогда больше не отсвечивал. Поэтому он, да, древность чрезвычайная, но именно в силу древности он уже вышел, он уже вытеснен из нашего имперского сознания. Поэтому древность Крыма тут скорее как бы разница. Я смотрю древность в качестве того, что источник, исток. Мы, если мы Крым отбросим, то мы будем рассматривать только, грубо говоря, Москву, Новгород и так далее. Нет, в смысле, наша история начнется с середины. Не понимаю? А те, кто был до Новгорода, те, кто был до Москвы, Владимира, откуда, где они? Получается, что вы мне это размыслили? Они все равно начинают начать. Начали уже с чего-то. А Крым? Крым. Это наши истоки туда. Государство Гребовское начиналось с всей цивилизации в принципе. Знаете, я предлагаю отбросить, так сказать, споры о древней истории, потому что они нас никуда не заведут. Это весьма спорный вещь, что с чего начиналось и что чего древнее и что откуда пошло. Ты же сам говоришь, что Крым? давайте вам дальше сказать. Хорошая линия была рассуждения. Я только к чему хочу сказать, что по отдельности скопилось много факторов, почему Крым оказался точкой сборки, но именно постимперского синдрома. Именно постимперского. А сейчас он прорвался просто по сочетанию двух обстоятельств. Во-первых, вспышка национального чувства на фоне Олимпиады, которая, как бы мы к ней плохо не относились, но все-таки грандиозное событие, там хорошо выступили, в общем, подъем национального самосознания, совершенно законный, что называется, с чистым сердцем гордимся. Все хорошо. И одновременно по времени совпало просто ослабла Украина, и поэтому можно оттяпать Крым, и тем самым создать себе иллюзию восстановления империи. Потому что этот постимперский синдром, это плач потом, какая великая была империя Советский Союз, и как ее профукали. И сейчас ее собираются компенсировать вот эти мудовые страдания просто оттяпыванием Крыма. Все. Вот я тут ей-богу больше ничего не вижу. Вопрос о присоединении Крыма это не то, что компенсация каких-то имперских комплексов. Это вопрос политической важности огромный. Если сейчас отклонюсь в политику, если сейчас сдать Украину, сдать Крым, все, оранжевая ровница придет сюда. Рану Липону. Я согласен. Такое рто в России не только советской но и Российской империи. Крым сформировался как некое место в Российской империи. И акт его отделения Хрущевым это тоже некие имперские воспринятые. Да, это игра на имперских чувствах каких-то. Я знаю огромное количество людей, которые вполне себе проамериканских но империя в душе. Это да. Крым мы создавали. Крым сам по себе был ничем. Просто кусок земли. Фактически Крым создавали. Ну как и все. Стас еще что-то хотел сказать. Так вот про христианство расскажи. Не надо подождать про христиан. Почему не будем? Так вот смотрите вы говорите вопрос вот какой-то у вас Крым какое-то сакральное место а вы обоснуйте это. Не будем это обосновать. Я говорю что Иисус Христос имеет некое значение христианства. Обоснуйте. Обоснуйте Матчатка. Давайте не будем еще философией заниматься. Сейчас еще раз останавливайтесь. Занимаемся философией. Просли историю. Если доводы на кухне обсуждите. Это другая сторона. Не интересно это люди. Людям это не интересно. Почему не интересно это? Ты объясни человеку сначала его вопросы так же правом мере только он из другой области. Да бы кто что обсуждал что мы не ставим под вопрос эту гипотезу а обсуждается внутри нее. Внутри этой гипотезы приняли эту гипотезу и пытаемся ее обосновать. Кому не нравится значит пытаемся с ней работать. Мы обсуждали предположение что Крым является неизвестным. не обсуждали что это так. В следующий раз будем обсуждать почему это не так. Сейчас обсуждать почему это так. хочу чтобы уточнили. Я уже третий раз останавливал. Третий раз столько событий допустим последних 300 или сколько произошло связанных с Крымом и имеющих к нашей стране самое прямое отношение что действительно он для нас стал очень значимым. История важна но важна не древняя история а та которая еще актуальна в наших воспоминаниях. И Крым тут просто играет в какой эпизод не возьми Российской империи за последние лет 200 там присутствует Крым в том или ином виде. Почему неизвестно но играет. Крым не кого играет. Саша спрашивает о другом почему мы вдруг решили что это сакральное место. Потому что я могу ответить совсем как бы кратко потому что есть факт не сакральности Крыма а есть факт совершенно зашкаливающих эмоций по поводу ситуации вокруг Крыма. Собственно говоря а почему возникает именно такой шквал эмоций. Вы вспомните когда были у нас разборки с Грузией так общество не полыхало хотя это была война Чечня и тоже не полыхало а сейчас Крым когда еще извините ни одного выстрела не было а уже эмоции перехлестывают просто через весь край почему возникает предположение что это некоторое сакральное в нашем конечно воображении некоторая сакральная точка которая именно полыхает потому что в нее больно когда в нее тыкаешь тыкаешь в Абхазию не так больно а тыкаешь в Крым все кричат ну да тыкнешь в Иссыркуль вообще не больно потому что многие такого и слова не слышали вот и все поэтому значит говорить да если вы начали разговор действительно что да вы приняли что это сакральное место теперь значит почему оно сакральное 200 последних лет самый очевидный вопрос это бухта это флот и вот значит вокруг этого события 200 лет вот значит так и разворачивается история а потом курорт там еще и так далее все вот у меня такая допустим позиция скажите что выскажите свою точку зрения вот в чем сакральность вот сакральность у вас вот в этом ну логично 200 лет последний отбросим значит все 150-200 лет бухта все согласились идем дальше вопрос который ставит Игорь он как бы я не совсем даже не понимаю с какой стороны взяться но сам по себе интереснее потому что если это некоторая сакральная точка то может быть действительно все сейчас происходящее по поводу кримов можно использовать в качестве инструмента работы с этим нашим постимперским сознанием и бессознательным это не просто можно я думаю что уже используют уже работают ну уж это как бы фигня так такой пропагандистский аппарат на травле нет не пропагандистский гораздо больше я предлагаю работать больше 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 что именно может можно просто есть было позже данного васильев аксеновом острове крым сам тоже вот в этом же направлении человек думал с нами давно уже нет аксеново на самом деле человек определяет его мечта если ты знаешь о чем человек мечтает то ты понимаешь что это за человек в каком-то смысле если мы переносим эту логику на народ если мы понимаем что мечтает народ мы понимаем что это за народ и как бы если кроме это в каком-то смысле идеальная жизнь это некоторое место в котором хотелось бы оказаться жить и умереть мечта мы можем понять что такое мы представляем вот вот о чем идет речь то есть на самом деле именно в этом смысле я считаю что крым метафизическая такая . очень важно именно в этом смысле то что она нам как выявляет кажется идеальным местом идеальное место на земле у нас можно говорить об идеальном месте где-то на небе идеальное место на земле не хотелось бы оказаться да как бы некая мечта была тогда ты все правильно говоришь давайте тогда вот твою вот эту мечту вот обоснуйте с этой стороны чего я не хочу обосновать вот есть философский разговор говорите обойдите картошку пожарим и поедине я пытаюсь работать как видите свеклу есть да вот хотите свеклу давайте научитесь работать концепции предположите что это так и попробовать положили что вот и мы пытаемся вот правильно что дальше я вам объясняю что дальше если есть и если если нет наше сливок мне очень нравится симпатично твое построение но я считаю что ты все-таки и тоже понизил градус того чего я предлагаю просто работа с ним как просто снега не знаю ничего не умею если бы если бы умел работал бы посмотрите на тело наше да вот если берем как бы и метафору нашего тела в каком-то смысле у нас есть география нашего тела мы понимаем прекрасно что у нас есть голова там где-то руки там где-то ноги и переходят одного другого мы совершаем некое путешествие путешествие по нашему телу вот как бы есть тело нашей страны какие-то границы какая-то земля и путешествие по этой земле на самом деле она ведь разные это же не просто одна какая-то везде одинаковая земля она разная у нее разный дух разный так как бы ландшафт разный там разные разные люди и так далее вот есть крым да как уже тоже каплю народа . на нашем теле почему-то она для нас болевая на нашем теле существуют дайвые точки также здесь ну даже не болевая как-то по-другому же мы не смирились что крым не принадлежит россию еще раз политически можно объяснить что угодно потому что в душе хорошо 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 еще господа еще чего-то такого содержать помимо есть есть сомнение в самой вот этой концепции дальше на душе правильно у большинства его вы тоже поддерживаете предложить эту концепцию да вот и сказать есть есть различные различные точки 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 зрения например а точки сборки после имперского синдрома чем бы или стас тоже говорит ты же тоже об этом говоришь по сути но части да а есть нечто нечто конечно как бы другой я потому что говорю я эту концепцию обозначил но работать вполне возможно что работает как с этим работать что здесь можно сделать я не знаю дополнительный аргумент если ты сказал каким образом аксёновский остров крым что-то поменял согласен согласен а роман прекрасно завершает смотрите подожди тот приходит вот это и завершается если опять мы разговариваем метафори организма допустим есть такие эффекты да если руку отрубить то говорят что у него иногда такие фантомные боли в части руки которые не существуют да то есть на самом деле как потерять руку мы тем не менее не перестаём ощущать в каком-то смысле отделив имперский струб это очень хорошо сказано отделив как бы от нас крым может быть мы согласны были потерять другие части тогда и перед и как болезненно но не так как вы теряем крыма мы постоянно ощущаем боль это фантом на нашем теле 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 такие еще раз еще раз ребят все что обсуждается в этой комнате есть предположение всегда на всех семинарах нет я абсолютно в этой парадигме если мы этой парадигме работаем еще просто еще что тогда можно понять тогда возврат крыма есть ничто иное как вот решить обратно отрубленную руку да наконец-то это значит на самом деле восстановить полноту у нас есть тело наше она как бы не помню она она хочет и восстановить его и в присоединение клюма будет восстановление до изначальной полноты либо другой вариант что присоединение какого-то очень очень важного мизинца сразу ощутиться что не ходить сниками есть тело что не хватает других конечности да это такой есть раз и будет в защиту вот этого и вот тогда и тогда поскольку мы уже не можем вернуть ничего другого то тогда болезнь превратится уже в жизнь или в агонию или в агонию или в жизнь да ребят мне кажется что вы просто сами себя пытаетесь заговорить да 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 игорь зайцев предложил да вот есть значит одна там есть идеологическая составляющая так и вот вы упор то значит сидите и и в упор не видите эту идеологическую составляющие чего это вы вдруг про этот крым значит сейчас заговорили ощутимы там три года назад не говорили или 25 лет тому назад ажиума зеркала заговорили не вам не удивительно сейчас нужно просто действия не поважает я договорю наверно там где-то на трибуну продюс сейчас переведем эту штуку на тебя и ты выскажешься поэтому мне кажется что вы просто пытаетесь как-то от реальности уйти выдумывать что то давайте тогда обсуждать как-то роман да вот что хотел автору там предположение а если говорить что вот у меня там крым там больная мозоль сегодня так давайте значит скажем то прямо все-таки что это идеологическая предпосылка ваш вам внушили средства массовой информации и какого процента этого внушения это в том что советские войска входит в крым что-то там происходит роман завершается все и положение не написано положение написано аксёнова сергея не входит смысле что не был присоединен то есть результате гражданской войны осталось это крымская достигла удивительных успехов ну примерно как тайвань по отношению к материкому китаю до конца 70 это концепция книги да это вот такое такое канва в котором с сюжетной линии в том что все-таки есть факт аксёновского романа в судьбе советского союза вот что он поменял это просто если бы играть что-то мог в этом смысле указать тогда была бы надежда на то что ныне происходящее вот с этим фантомом крыма окажет влияние просто радикальное влияние на все оставшуюся империю под названием россии окажет но вот вопрос он как как окажет давайте открыть чисто все очень чисто чисто уже и уходите от этого что вы боитесь правде людей которые мысль политически они